Пандемия коронавируса изменила жизнь людей во многих странах. Людям приходится соблюдать новый мир, исследовать новым правилам, делать новые вещи. Мир искусства, особенно молодые художники, также не остаются в стороне от пандемии. Фестиваль, форм, арт – это возможность молодым людям заявить о себе, проявить свои творческие способности, выразить свое видение социально значимых вопросов и запросов общества через художественные образы. Подробнее о проекте расскажут мои сегодняшние гости в студии. Екатерина Парскова, главный менеджер Агентства по реализации молодежной политики, организатор. И Сергей Кривчиков, заместитель директора молодежного форума «Иволга» по культурно-спортивному направлению, региональный эксперт фестиваля стрит-арта «Форм-арт» в Самарской области. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну, давайте побеседуем об этом проекте. Он стартовал 7 июля. Я прошу подробнее рассказать о его замысле. Ну, если как бы я позволю себе начать. Да, конечно. Вот так, не по-джентльменски. Ну, фестиваль «Форм-арта» уже в названии. Понятно, что фестиваль, это фестиваль, посвященный стрит-арту. Он стартует одновременно в 14 регионах Приволжского федерального округа, и в Самаре, соответственно, в том числе. И основная задача этого фестиваля – это не только выявление молодых творческих дарований, молодых художников, талантов, но и через вот этот вот тонкий взгляд молодого художника – попытка осмысления современной ситуации, современной вот того времени, в котором мы живем. Поэтому сейчас уже идет сбор заявок. Мы ждем от молодых художников со всей Самарской области эскизов их, как бы, ну… Художественного видения, да. Художественного видения, да. Которые потом, соответственно, жюри осмотрят. И лучшая работа, которая понравится жюри, она появится в Самаре на одной из стенок нашего города. То есть, как бы, можно, так сказать, нанести довольно такой, ставить крупный отпечаток в истории вообще, как бы, на теле города. Да, а вот потом второй этап еще будет, когда все 14 эскизов, как бы, сольются в один большой конкурс, и уже можно будет проголосовать за понравившуюся вам работу, и один из 14 получит еще и денежный приз. Да. Ну, подробнее об этом фестивале-конкурсе мы поговорим. А все-таки, Екатерина, как вы считаете, а вот какие предпосылки были для этого конкурса, чтобы вот он стартовал в нашем городе, ну, и, конечно, по всему Приволжскому федеральному округу? Связано ли это вот с той эпидемиологической ситуацией, которая в этом году есть? Ну, да, связано, потому что тематика фестиваля, она как раз и определяет именно это. Это как благодарность всем людям, которые были, работали все это время, медицинские работники, волонтеры, просто люди, которые тоже работали все это время. Остались неравнодушными, да? И все равно никуда не уходили, терпели, и все это выносили на себе, вот. И это благодарность, как немножко увековечит, благодарность горожан, молодых людей, молодых художников, молодых участников, которые просто тем самым хотят сказать спасибо людям. То есть вы, и вы, Сергей, и вы, Екатерина, сказали, увековечили. То есть то, что будет нанесено на стену, это останется навсегда? Или гарантировать ничего нельзя? Ну, надолго сколько? Пять, десять лет? Ну, традиционный срок жизни, скажем так, больших вот таких крупных муралов, это идет, как бы, ну, считается от пяти лет. То есть пять лет это точно произойдет, потому что почему пять лет, это стандартный срок гарантии краски, который дает производитель, да? Не буду называть никакие бренды. То есть вот это, но в большинстве случаев, если, ну, работы живут дольше. Даже сейчас мы в городе можем видеть, что те работы, которые были сделаны к чемпионату мира, да, в восемнадцатом году, и после чемпионата сразу же, то есть они продолжают, то есть жить и на кирпичной стенке, да, на красной глинке, и на домах, на фасаде, на новосадовой, везде, как бы, все эти работы продают, ну, висят, продолжают существовать, продолжают радовать. Мы, когда проезжаем, всем, все, как бы, горожане видят их, вспоминают это событие, вспоминают эту ситуацию, ну, и поэтому мы надеемся, что и те работы, та работа, которая появится в Самаре, она тоже, ну, останется не только, как бы, вот на здании, да, но и останется еще, как бы, в головах и в памяти. Да, разумеется, конечно. Очень ждем хорошие эскизы, как бы. Скажите, пожалуйста, а это будет все-таки единоличная работа, либо это будет работа команды, человека, который будет победителем? Ведь это же колоссально сложная работа, воплотить на достаточно большом участке, на большой площади такую работу, да это сложно очень еще и к тому же. Ну, заявку подает один человек, но понятно, что одному это будет просто делать немножко сложно. И, конечно, думаем, что его команда, его ребята тоже, его участники, молодые художники будут помогать наносить это все на стену. Хорошо. Поддержка юных и уже состоявшихся авторов, работающих в жанре стрит-арт, развивать творческий потенциал, вот все-таки это возможно в рамках этого фестиваля, как вы считаете? Ну, это не только возможно. Фестиваль, как бы, одна из причин его создания, это и есть вот та самая необходимость поддержки молодых творческих интересных ребят, и тем более в жанре стрит-арт, потому что стрит-арт это очень сложный жанр. А вот расскажите, кстати, о нем, пожалуйста. Здесь всегда самое главное, о чем всегда нужно помнить, что есть очень большая и очень тонкая грань между искусством и вандализмом. Когда то, что мы видим на стене города является искусством, когда это является вандализмом, очень часто это становится спором информационных скандалов или просто скандалов, потому что когда, ну, не так давно были случаи, там, в Петербурге закрасили большое граффити с Бродским, как бы, хотя бы, кого мог обидеть великий поэт, или какие-то работы, которые появляются в городе, например, там, вот у нас там на Некрасовской было на историческом граффити рекламного на стене, появился граффити с глазом несколько лет назад. Это вызвало такую большую дискуссию о том, что это, ну, доработка, это какой-то новый взгляд или это чистой воды вандализм на стенке 19 века. И тут возникает конфликт вот этих вопросов. И, кстати, вот этот самый вопрос мы поднимали вот на молодежном форуме на Иволга в прошлом году. У нас было такое неформальное общение с губернатором Самарской области, с полномочным представителем президента в Плевожском федеральном округе. И мы, ну, в неформальной атмосфере, за костром говорили об искусстве с разными ребятами из всего федерального округа. И этот вопрос как раз там и возник. Ребята задавали очень много вопросов как раз, как относится власть к уличному искусству, как это все согласовывать, какие проходить пути. Это довольно сложный бюрократический момент, чтобы ваша стенка была не закрашена завтра. И мне кажется, что вот тот разговор, чем форум не может не гордиться, как-то вот зародил какую-то вот такую парет-посылочку, благодаря которой через год фестиваль этот был придуман, да, как бы вот в аппарате полномочного представителя. И, соответственно, он родился и будет проходить везде. Мне кажется, что это на самом деле хорошо, потому что легитимизация такого искусства, как стрит-арт, выношение его на большие платформы – это очень важно для развития современного искусства. Ну вот концепция-то новая, и в этом году будет впервые реализована, но дословно переводится стрит-арт – уличное искусство, да? Скажите, пожалуйста, а вот, как я уже сказала, не первый год, он в Самаре, а почему вы позиционируете это как новый форм-арт? Ну, смотрите, уличное искусство, оно достаточно не нового вообще. И в том числе и в нашем городе есть большое проявление, да, уже те муралы, про которые мы говорили, есть работа независимых художников, которые появляются в городе время от времени на разных источниках, ну, на стенках, где какие-то живут долго, какие-то очень быстро коммунальными службами закрашиваются, но формальный фестиваль уличного искусства, скажем так, инициированный властью, да, это очень важно, это немножечко другое, потому что, ну, для того, чтобы независимый художник сделал стенку хотя бы там четырех-пятиэтажного здания, это нужно очень много ресурсов, очень много работы команды, то есть нужно необходимо подвесы, необходимые люльки, краски, проектора, технологии, ночное время работы, согласование с жильцами и большой объем работы. Здесь есть целая команда, есть агентство по реализации молодежной политики, есть правительство Самарской области, которое включается в эту работу и выполняет часть тех непреодолимых барьеров для молодых художников, которые возникают. Мне кажется, это уникальный шанс, при том, который идет одновременно в 14 областях, как бы, что сразу появится. Мне кажется, это очень круто. Но в таком случае 7-го числа июля стартовал проект, много уже заявок-то подано? Заявки участники подают сразу на этап ПФО, и поэтому о количестве мы узнаем только, когда они закончатся, подача заявок, 7-го августа. Хорошо, давайте поговорим о задачах, все-таки найти талантливых авторов, способных передать вот это эффективное решение для благоустройства городской среды и сделать город ярче, красочнее. Какие еще задачи поставлены, стоят перед этим проектом? Екатерина. Ну, то, что сделать более такой интересный, яркий, благоустроить город, это понятно. Дать возможность участникам реализовать свои способности. Как вот уже Сережа говорил о том, что все равно это сложно проходить, сложный тот момент, что это большая стена, это очень много всего требуется. А когда даешь эту возможность участникам, не знаю, мне кажется, просыпается какой-то запал на то, чтобы благоустроить не только вот эту часть города, не только эту стену, но сделать и весь город таким, чтобы в нем было приятно, круто находиться. А как вы считаете, вот насколько возможно, на ваш взгляд, формирование вообще активной жизненной позиции у молодых граждан, вот, позитивные примеры создавать использование граффити, вот даже в рамках этого проекта, Сергей? Ну, здесь одна из задач фестиваля, это как раз посмотреть на, вот, и дать возможность молодым художникам выразить свой взгляд, свое отношение вот к тому времени, где мы живем, к тому городу, где мы живем, к пространству. А каким образом это сделать, если техническое задание, это уже определенное? Нет, ну, да, техническое задание определено двумя форматами. Есть физические показатели, то есть, как бы, есть некая стенка, которую мы уже понимаем, есть конкретный адрес, где мы уже понимаем, где это будет находиться, поэтому, ну, скажем так, горизонтальная картинка уже не получится сделать, нужно, как минимум, вертикально. Это есть техническое ограничение, есть смысловое ограничение, некий кураторский вызов, так сказать, да, организационный, когда ставится некая тема. В общем, это формат осмысления, как раз, как я вот, что я говорил, что вот осмыслить время, пространство, показать свой взгляд на ту реальность, где ты живешь, как ты живешь. В этом году у нас есть уникальный фактор, которого не было за историю человечества, да, чтобы вот так весь мир сидел в локдауне. Это нельзя не осмыслить, мы живем в уникальное время. Если мы не будем это осмыслять, а когда я говорю «мы», несмотря на то, я имею в виду молодых художников, вообще художников, то, потому что, ну, осмысление реальности, конечно, происходит и в наших головах, но часто люди творческие, которые тонко чувствуются, являются медиаторами нашей души, как-то это по-другому совершенно помогает нам посмотреть на это. И мне кажется, что молодым художникам даже в процессе подготовки и реализации эскизов поможет это какие-то вещи уложить. Может быть, ну, у нас появится один мурал, но, может быть, из этих эскизов родится что-то другое. Может, у кого-то родится выставка, которая появится осенью на какой-то из площадок города. Может быть, кто-то выйдет в город и сделает что-то. То есть нет никаких рамок, да, вы это хотите сказать? Для художников, я считаю, вообще нет никаких рамок. Давайте поподробнее, что нужно сделать, чтобы стать участником, и, конечно, кто может принять участие. Участие могут принять как профессионалы, так и любители от 16 до 35 лет. Да, люди могут подавать заявку, то есть они выполняют эскиз, как они это видят, этот мурал, тоже с определенными техническими требованиями, заполняют анкету и подают уже свою заявку. К заявке они могут приложить также свое портфолио, то есть те работы, которые они, возможно, уже выполняли, и это даст там плюс. Как бы все равно есть портфолио, уже понимают, что человек этим занимался. А помимо этого есть еще конкурс готовых работ. То есть ребята, которые уже выполняли работу, участники, молодые художники, которые уже выполняли работу, они могут заявить тоже на конкурс. То есть то, что они выполнили до 1 июля текущего года, они могут тоже подать это и выиграть небольшие средства на реализацию творческого потенциала. Про портфолио понятно, но вот скажите, пожалуйста, все-таки будет каким-то образом проводить отбор вот этих претендентов? Да, ну, безусловно, один из важных факторов, который нам стоит перед организаторами и вот перед жюри, да, в котором я имею честь состоять, это вопрос реализуемости. То есть мы в любом случае будем не только смотреть на готовый эскиз, который есть, мы будем обращать внимание на портфолио готовых работ, то есть на качество, потому что уже готовых работ, которые есть на стенах, да, потому что одно дело нарисованный эскиз на компьютере, другое дело работа... Как раз, да, как понять качество работы, профессионализм художника, который будет передан вот через электронные виды связи? Ну, безусловно, вопрос портфолио и вопрос каких-то согласований, разговоров, анкетных данных, то есть здесь все-таки есть какой-то определенный опыт. То есть общение будет все равно происходить, да? Да, то есть с учетом того, что, ну, в жюри, в экспертной комиссии есть и представители граффити и стрит-артского общества, есть представители разных сфер, которые поможут нам посмотреть с разных углов, то есть, да, то есть вот меня, как организатора, как режиссера, посмотреть и увидеть, что из этого может получиться у художников, да, у Арта Абстрактова, который с нами находится в команде, он может понять из эскизов, насколько, ну, это реализует... Ну, человек способен, обладает техническими навыками, то есть обладает ремеслом, вот, или, по крайней мере, есть потенциал, что это ремесло, как бы, в человеке, как бы, это возникнет. Есть эксперты, которые помогут нам это посмотреть с точки зрения содержания, с точки зрения отражения темы этого года. И поэтому, мне кажется, вот такой комплексный взгляд поможет все-таки нам сделать так, чтобы... Выбрать лучшего. Выбрать лучшего, и чтобы это лучше, не только эскиз, но и лучшая работа, и что эта работа потом еще и победит на региональном этапе. Сергей, все-таки, пожалуйста, дайте совет. Какую тему эскизов присылать, конкретику какую-то лучше, ну, чтобы действительно появились более, такие лучшие шансы? Ну, это вы, конечно, расставляете капканы, потому что советовать что-то художнику... Мне кажется, нужно просто прислушаться и к себе, посмотреть, как отражается этот мир, как бы, у вас внутри, в душе, и вот как бы нащупать вот эту вот струну, нащупать вот эти вот какие-то там кристаллики смысла, и чтобы как-то это все организовалось в некое художественное видение. К сожалению, не могу сказать, там, рисуйте медсестер или волонтеров, сердца или деревья. Нет, конечно же, здесь может быть все, что угодно. Важно, что это и как это будет вызывать отклик, какой это будет вызывать отклик в сердцах горожан. Ну, то есть, я так понимаю, что пока идет регистрация работы, еще эскизы портфолио люди не присылают? Или уже есть что-то? Они присылают их на этап уже ПФО, то есть, они присылают организаторам ПФО, вот. А после этого организаторы присылают их как раз в регионы, и уже оценивают нашу региональную комиссию. Давайте поподробнее поговорим все-таки о жюри, о комиссии. Кто будет оценивать работу? Может быть, есть известные какие-то личности, художники? Ну, из художников у нас в команде экспертов довольно известный самарский представитель стрит-арт-сообщества, который работает под звонким псевдонимом арт-абстрактов. Его работы есть в том числе у нас в городе, на разных стенах, в центре города, в других местах. Он неоднократно принимал участие у нас на форуме Иволга в рамках ментор-смены, помогал ребятам с художниками, работал. Ну, и вообще, он такой довольно яркий и, скажем так, активный горожанин, настоящий самарец. Вот, это вот если говорить про художественные дела. Еще люди, которые занимаются молодежной политикой у нас в Самарской области, представители медицинских работников, то есть тоже, чтобы со своей точки зрения тоже как-то это все оценили, посмотрели. Люди, которые занимаются архитектурой города, то есть культурологи, кто работает в университетах, тоже занимаются всем этим, занимаются средой городской. Когда это будет все, ну, как-то облечено в ясную какую-то среду, когда это уже, на каком этапе можно же будет отсмотреть, ну, и какие-то промежуточные результаты, кстати, будут вот этого конкурса? Ну, будет отборочный этап, да, после 7 августа до 31 числа, до 31 августа будет отборочный этап. То есть до 7 августа подаются заявки? Да, потом будет отборочный этап, то есть выявляет победителя в регионах, и потом этот победитель уже участвует в большом конкурсе со всеми регионами. Скажите, пожалуйста, а победить в 14, вы сказали, регионов, каждый победитель будет в своем регионе и уже будет выполнять эту работу? Правильно я понимаю? То есть в конце первого этапа на территории Приволжского федерального округа появится 14 муралов. Скажите, пожалуйста, а вот сроки какие-то уже определены на реализацию? Это будет какая-то гонка, либо это будет определенное техническое задание по времени, вот за столько нужно будет воплотить свою идею на стене? Это будет осенью, ну то есть пока точных, да, мы сказать не можем, но это тоже будет осенью точно. Будет вестись фото-видеосъемка, что потом будет отправлено, как уже конкурсная работа на этап ПФО, про художника, который будет отрисовать, про его работу, как он работает, что он делает, как делает мазотик. То есть вы сейчас рассказываете про фото- и видеопроцессы создания работ на объектах городской среды, их увидеть будет можно? Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, ведь наверняка подготовка-то к этому тоже проводится, как это будет все улучшено? Здесь просто важно понять, на самом деле, для чего нам это нужно. А ведь одно дело сделать большой мурал и увидеть его в городе, да? И даже сейчас, проезжая там мимо какой-то работы, далеко не все знают о том, кто это нарисовал. Да. Вот, как это происходит? Несмотря на то, что там в Самаре есть часть работ, где они заатагированы и подписаны художниками, даже вот к работам Чемпионата мира, например, да, там есть работа художника Нутка, есть работа коллектива Зуклабы, они там внизу подписаны, и там даже есть какие-то довольно небольшие рамочки были установлены, но этот вопрос не вышел в широкоинформационное поле. Наша задача добавить здесь немножечко такой работы для популяризации этого процесса, поэтому важно грамотно, красиво снять и сделать так называемую условную визитку работы. Она как-то наработана на регион, получается визиткой региона. Я думаю, что здесь в любом случае включится некая такая конкурентная борьба между регионами, не только по качеству эскиза работы, но и потом, как это будет зафиксировано, насколько качественно будет снято, хороший сделан ролик, какие привлечены молодые специалисты, чтобы это все как бы собрать. А в чем это задача, Сергей, кстати? Это задача региона, это задача тех, кто помогает реализовывать, потому что, конечно же, вешать эту обязанность еще и на плечи молодого художника, который стоит с баллончиком на высоте третьего этажа, еще себя и снимать, здесь нет. У нас очень важны еще вопросы безопасности, они всегда прежде всего. Поэтому, конечно же, это вот в нашем конкретном случае в Самаре это помогает реализовывать агентство по молодежной политике. А вот эти вот работы потом мы сможем все посмотреть, и таким образом мы еще делаем такое как бы знакомство между художниками. Мы говорим о том, что, окей, есть в Самаре вот художник такой-то, а вот здесь в соседней Казани есть такой. Возможно, из этого получатся какие-то опять-таки новые процессы родятся. Возможно, художники что-то сделают, может быть, кто-то приедет сюда. Я вот знаю, например, что в Уфе есть хороший проект, мне интересно будет он участвовать или нет, там хороший уфимский художник. Он рисует так называемый пирожар птицы, и каждая перышко стоит из желаний людей, которые приходят и делают. Довольно очень такая милая, сентиментальная работа. И она уже появилась, например, в некоторых других регионах. То есть, когда из Уфы процесс куда-то пришел. Мне кажется, что может быть. А если фестиваль станет ежегодным, то мне кажется, что для нашей городской среды, для вот как бы лица города, особенно, может быть, для каких-то там не самых центральных районов, нам важно, чтобы работа все-таки тоже еще была и видна, чтобы мы не просто ее где-нибудь на какой-нибудь улице Олимпийской около базы на заборе ее написали. Все-таки, чтобы она украшала город, чтобы видели и гости города. Это появится, мне кажется, от этого будет хорошо. Гости города замечательно. А жители? Вот общественное мнение будет как-то учитываться? Ведь понятно дело, что это, конечно, будет все красиво, эстетично. Но вот жители, которые каждый день будут это видеть, как-то будут какие-то вопросы проводиться? Ну, здесь, опять-таки, проводить всенародное голосование и референдум по поводу граффити по адресу улицы Новосадовая 317, мне кажется, было бы немножечко чересчур. Но, опять-таки, экспертное мнение, оно отражает взгляд, конечно же, от общественных организаций, и в том числе разных сфер и разных, скажем так, возрастных целевых групп. То есть, как бы, будет представлено, как говорим, мнение врачей, дизайнеров, архитекторов, художников. То есть, как-то все-таки нам поможет это выявить. Ну, и с жителями тоже дома, да, будет разговаривать о том, чтобы они тоже были согласны на то, чтобы мурал украшал стену их дома. Мне кажется, по большому счету, наверное, многие вас примут за честь, да? Я тоже так понимаю. Хочется надеяться на это, да, по крайней мере. Самый, наверное, главный вопрос, на что могут рассчитывать победители проекта? Вот это для них стимул, как вы считаете? Да, нет, стимул определенно есть. Победитель сможет выиграть денежную сумму. Первое место может выиграть 100 тысяч рублей, второе место 75 тысяч рублей, третье место 50 тысяч рублей, а победитель конкурса готовых работ может также выиграть 75 тысяч рублей. И эти деньги они смогут потратить на то, чтобы реализовать уже какие-то свои индивидуальные задумки, свои индивидуальные видения. Ну, я думаю, что им, конечно, интересно помыслить в одной тематике, но это же творческие люди, и у них постоянно играет, ну, кипит воображение, постоянно какие-то новые мысли появляются. То есть эти деньги можно будет потратить только на творческий проект дальнейший, не на свои какие-то личные потребности, правильно я понимаю? Ну, на творчество, да, на то, чтобы это было потрачено потом на что-то творческое, что-то такое. На свой, да, вклад в свою личную творческую копилочку, да? Ну да, инвестиции в самого себя. Ну что же, спасибо большое, так вот быстро пролетело наше с вами время. Ну, наверное, хочу предоставить заключительное слово, чтобы вы хотели пожелать, возможно, художникам, которые нас смотрят и которые хотят принять участие, что нужно сделать, чтобы стать участником фестиваля «Форм-арт». Пожалуйста. У меня вот такое пожелание, чтобы участники, молодые художники, не бойтесь подавать заявки, не бойтесь выражаться, не бойтесь того, что вас кто-то не поймет. Я думаю, что все люди, которые сидят, и наши региональные эксперты, и эксперты ПФО, они оценят ваши труды, и это вообще важно, быть как бы причастным к чему-то такому большому в городе, в области, и жить тоже. Да, вы хотите сказать, что, возможно, даже и главное не победа, а все-таки участие, да? Да, да. Это уже уникальный опыт. Да, да. Все? Да. Спасибо. Большое. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Обращайтесь. Я думаю, что, возможно, ждут работу именно вашу, а почему нет? Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова